Выступает члены Совета Безопасности. Выступает представитель Литвы. Я благодарю заместителя генерального секретаря Джеффа Фелтмана за брифинг. Благодарю вас, господин председатель, за созыв открытого брифинга в свете недавнего ухудшения положения на востоке Украины и продолжения нарушений Минских соглашений. Незаконные боевики, которых поддерживает Россия, упорствуют в толковании прекращения огня. По-своему, Украина должна придерживаться его, а боевики продолжают свою деятельность. Я полагаю, что любая страна, на которую напали, должна сделать все, что может для защиты себя перед лицом агрессии. Право каждого государства защищать свою территорию, и народ именно этим занимается. Украина защищает себя, защищает единство, суверенитет, территориальную целостность. Вновь и вновь руководство стремится спасти прекращение огня новыми предложениями, новыми конечными сроками, новыми передышками. Боевики, однако, пользуются этим, перегруппируются, вооружаются, захватывают новую территорию. С начала прекращения огня боевики захватили дополнительно 550 квадратных хирометров территории Украины между Донецком и Мариуполем. И если послушать их командиров, не намерены останавливаться, несмотря на многие призывы международного сообщества, закрыть границы для незаконного потока боевиков и оружия. Границы России остаются открытыми для притока смертоносного оружия солдат Фортуны. Приведу типичный пример. Из доклада 16 января миссии мониторинга ОБСЕ миссия отметила без маркировки грузовики, которые буксировали гаубицы 122-мм типа Д-30 на южной окраине Донецка, а два без знаков опознавательных боевых танков Т-80 были замечены миссии. Двигались они в направлении юго-востока от Макеевки. Территория контролируется ДНР. В подновленной сводке информации за период 15-21 января миссия наблюдателя ОБСЕ в ГУК и Донецке отмечает МО, отмечает число людей в военной форме, которые пересекают границу в обоих направлениях в отчетный период. Наблюдатели отметили 493 мужчины и женщины в военной форме, которые пересекли границу в двух направлениях. 95% пересечения границы произошло на Донецком КПП. Малое, что можно увидеть с расстояния в 2 километра, где находится миссия наблюдения ОБСЕ, несомненно, свидетельствует о том, что происходит там. Неудивительно, что Россия препятствует любым попыткам расширить действия миссии наблюдателя ОБСЕ. Источники украинские по оценкам указывают, что на 15 января у сепаратистов было 542 танка, 990 БТР, примерно 700 артиллерийских систем, 70 градов, 57 систем ПВО. Как можно себе представить без постоянной поддержки России, что группа незаконных боевиков может получить столь впечатляющий арсенал современных вооружений, которые бросают вызов сегодня арсеналам малых европейских государств? Как без постоянной поддержки России может эта группа боевиков мобилизовать миллионы, необходимые для закупки всей этой тяжелой техники? И оружие особенности в области, где местные жители по сообщениям голодают, местные больницы не могут прокормить своих пациентов. Вот что можно сказать о претензиях России, что, дескать, она не является участником этого конфликта. Война на востоке Украины не гражданская война, а намеренная попытка дестабилизировать Украину. Война, которую организовали из-за границы при поддержке современных систем, включая грады, артиллерийские системы, танки, БТР, приток боевиков. Ополченцы в последние годы, в последнее время наладили ряд активных нападений. Вчера сообщалось об интенсивных боях в целом ряде точек, включая к северо-западу от Луганска, где боевики путем массированного арта огня уничтожили КПП военных Украины. Растет число доказательств того, что на систематической основе совершаются нападения на населенные пункты с применением ракеты «Грата», обстрелы украинских сил. После объявления прекращения огня 5 сентября украинские силы, гражданские лица обстреливались 5 660 раз. 1500 военных погибло, получили ранения, по крайней мере, 151 гражданское лицо с нетерпением ожидаемо. Результатов глубокого расследования, происшедшего нападения на автобус в Волновахе. Особенно мы должны добиться, чтобы, совершившие этот, отвратительные акты, как и многие бесчисленные акты насилия, нарушения прав человека, чтобы они были привлечены к ответственности. Пока продолжается активная пропаганда России, Россия никогда не осудила своих собственных боевиков-сепаратистов. Как раз наоборот, намерение России переписать Минские соглашения так, чтобы узаконить территориальные свои достижения, говорят о всецелой поддержке Кремлем этих преступников. Литва отвергает любые призывы провести новые переговоры по прекращению огня. Согласованные параметры его должны быть соблюдены, призываем все стороны в особенности Россию, полностью выполнять Минские соглашения, полностью без затяжек. Если Россия истинно хотела бы положить конец разрушительному насилию смерти на востоке Украины, включая смерть своих безымянных солдат, которых посылают на войну против братского народа, она должна остановить дестабилизацию Украины. Необходимо обеспечить защиту украинско-российской границы, обеспечить постоянный мониторинг ОБСЕ. Все заложники незаконно задержанные лица должны быть освобождены, включая украинскую летчицу Надю Савченко, которая была похищена, незаконно удерживается в России. Международные наблюдатели, включая миссию ОБСЕ, должны получить полный беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крыму. Полный беспрепятственный доступ международных наблюдателей к Крыму остается особо важен в свете продолжающего ухудшения положения коренной общины татара. После аннексии России и этого региона, господин председатель, моя делегация твердо поддерживает независимый суверенитет, территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексии Крима. Настоятельно призываем, подписавших минские соглашения, сделать все для мирного урегулирования этого кризиса. Настоятельно призываем, в частности, Россию, поддержать основополагающие принципы, включенные в устав ООН, положить конец своей дестабилизационно-экспанионистской политике в регионе, включая Украину, Молдову и Южный Кавказ, где, вопреки приверженности России августовским-сентябрьским соглашениям 2008 года, продолжается аннексия абхазского-цхенвальского регионов Грузии под предлогом так называемых договоров о союзе и стратегическом партнерстве. Благодарю вас, господин председатель. Я благодарю представителей Литвы за выступление. Благодарю вас, господин председатель.